Итак, жила-была прекрасная по-своему девушка по имени Кархати. Эта девушка принадлежала к роду племени ракшасов, существ, которые пожирают плоть и пьют кровь. Возможно, что истории о вампирах идут как раз из историй ракшасов. Возможно, ракшасы это и есть какие-то вампиры или вампиры один из видов ракшасов. Кстати говоря, я сейчас рассказываю вам историю, которая была рассказана в Йога Васиштхе, написанной Вальмике, мудрецом Вальмике. Эта история рассказывает о том, как мудрец Васиштха, который, кстати, был гуру, учителем известного аватара бога Вишну Рамы, как он ему рассказывает разные мудрые вещи и примеры из жизни. Так вот, история о Кархате. Кархате была дочерью Каркаты. Карката – это такой так называемый демон ракшас, имя которого переводится как краб. В санскрите слово «каркате» еще обозначает один из видов огурца и какое-то растение, но, тем не менее, в Йога Васиштхе написано, что Карката, отец Каркате, был крабоподобным, и у него была внешность как у краба. Соответственно, кстати говоря, я в интернете периодически встречаю всякие версии про то, что, например, индийские боги, боги, изображаемые многорукими, например, Шива, Ледурга, с многочисленными руками, что, на самом деле, это боги, которые являются членистоногими, то есть какими-то существами не антропоморфного вида, но, на самом деле, они вот какие-то такие, ну, я не знаю, типа креветки. Так вот, я не поддерживаю эту точку зрения, считаю, что высшие боги индуизма могут принять вообще любую форму, если захотят, но, если говорить конкретно о форме краба, то конкретно про Каркату и его дочь Каркате, в Йога Васиштхе говорится, что они были крабоподобными, то есть они были крабами, но нюансы состоял в том, что они имели очень большие размеры и при этом Каркате описывается очень подробное описание, что ее тело было столь огромное, что она была выше, чем горы. Ну, и там, кстати, говорится о ее руках, которые покрыты волосами, но также там говорится о том, что у нее были огромные груди, поэтому, наверное, нельзя сказать, что Каркатя была просто крабом, то есть все-таки это была какая-то женщина-ракшасти, во внешности которой были элементы краба и элементы антропоморфные, как бы некие элементы человеческого тела. То есть нельзя сказать, что она была крабом, который вот просто ползал там со своими клешнями где-то возле, например, по берегу моря. Нет, так сказать нельзя. И также, если говорить о терминологии демон, вы уже знаете мою точку зрения, я считаю, что слово демон, которое используется переводчиками англоговорящими и русскоговорящими, которые переводят санскритские тексты, я считаю, что слово демон не подходит к каждому существу, потому что все-таки демон – это скорее христианская терминология, которая обозначает специальных существ, которые живут в аду, ну и так далее. Вы сами знаете, что такое демон и кто такой демон, да, но тем не менее в данном случае, например, ракшаса – это конкретно вид существ, так же, как асуры – это вид существ, и данный вид существ, и люди, и так далее. То есть, если существа имеют достаточно грубую материальную природу, например, как те же ракшасы, которые нуждаются в поедании плоти и выпивании крови, это же их природа, они так созданы. Даже, ну, существа такой грубой материальной природы, они имеют шанс для того, чтобы развиваться и эволюционировать духовно, и как раз история Каркати, она об этом и повествует. Продолжение следует...